Еще раз добрый день, друзья! С вами Лилия Донскова, и сегодня я с вами поделюсь секретами красоты. Из своего немножечко жизненного опыта расскажу, то, что подчеркнула на тренингах у таких людей, которые прошли уже серьезный путь, накопили мудрости и делятся интересной информацией. И скажите мне, пожалуйста, вот эту фразу, которую сказала знаменитая Coco Chanel. Кто из вас ее видит или слышит, читает первый раз? В 20 лет вы имеете такую кожу, которую подарила вам природа. В 40 ту, которую вы сделали сами, а в 60 ту, которую заслужили. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь из вас когда-нибудь задумывался о том, что может произойти с человеком, если он не придерживается самых простых элементарных секретов красоты? Оль сразу заметила, про новинки чуть позже поговорим. Итак, план сегодняшнего нашего урока. Это средства для ежедневного ухода, солнцезащитные средства, какое они играют в роль в жизни человека, здоровое питание, ежедневные тренировки и позитивное мышление. Вот такие 5 простых секретов красоты. Ребят, вот есть здесь что-то такое, чего вы раньше не слышали? Есть что-то такое, что для вас прям новость, что-то? Первый раз в жизни слышу, что нужно каждый день ухаживать за кожей или пользоваться солнцезащитными средствами, или питаться правильно, тренироваться и мыслить позитивно. Чего молчите? Ну-ка, давайте общаться. Ребят, кто-нибудь задумывается о том, что ждет каждого в будущем? Как правило, у нас идет трансформация не так, как показано на слайде, то есть от старого, больного, пожилого человека, молодеем, молодеем, хорошем. Было бы, может, даже и здорово, есть даже один такой фильм, как родился старый человек, и он постепенно на протяжении жизни молодел, пока не стал грудным ребенком, и потом исчез совсем. Я не знаю, какой путь интереснее, на самом деле мы с вами пока можем пережить только такой путь от рождения, взросления, становления, и увядания, и впоследствии старения. Сейчас я выключу телефон, а то будет нам мешать. Да, еще выспаться, все правильно. Еще один пункт. Да, об этом никто не думает. Давайте с вами немножечко сегодня прикоснемся к этой теме, потому что если уж вы пришли в такой красивый бизнес, и наверняка многие из вас пришли зарабатывать, давайте признание. Кто пришел сюда зарабатывать, поставьте в чате, выразите свою эмоцию, может быть цифрой или суммой какой-то определенной. Кто пришел сюда, чтобы улучшить значительно качество своей жизни? Да, скорее всего все. Так вот у меня такой вопрос. Ребята, как лучше быть богатым и красивым, здоровым, или богатым и старым, уставшим, покрытым морщинами, злобным? Ну, конечно, да, первый вариант, чтобы хотелось бы быть и успешным, и здоровым, и красивым в то же время. Да, миллионы долларов и все в бриллиантах. И я вам сразу хочу сказать, ухаживать нужно начинать за своей кожей, начиная с рождения. И многие из вас здесь мамочки, у кого-то маленькие детки, у кого-то уже совсем большие, может быть даже и внуки есть. Ребят, ну самое главное, что когда мы смотрим на ребенка и трогаем его кожу, вот у кого есть рядом ребеночек, потрогайте его кожицу. И свою. Возьмите одной рукой себе щечку потрогайте, попробуйте ее оттянуть, посмотрите, какой у нее тонус. И потрогайте кожу малыша. Я вот тоже себя трогаю, сижу, пока еще довольна тем, что трогаю малыша, рядом нет. Но буквально на днях общалась с малышом и трогала их кожицу. Боже мой, это такой прелесть, такое наслаждение. Но постепенно, к сожалению, все это уходит. И давайте с вами разберемся, почему кожа меняется, почему она стареет. Мы не будем сегодня очень глубоко касаться этой темы, но самые основы мы затронем, потому что очень глубоко, каждый раз на тренингах по красоте разбирает Аня Бубнова. Итак, первый фактор старения кожи – это солнце. Кто знал, поставьте плюсик, для кого это новость, поставьте минус. То есть солнечные лучи, опасные солнечные лучи, они разрушают нашу кожу. И если вы выходите на солнце и выводите своих малышей, и они обгорают, и вы сами обгораете, то какие могут быть последствия? Кто знает, какие последствия, если вовремя не нанести солнцезащитное средство? А еще такой вопрос коварный, только честно. А кто еще продолжает загорать без солнцезащитных средств? Ожоги-то это ладно. Самое страшное, слышали когда-нибудь такое заболевание рак? Рак кожи. А вы просто полазите в интернете ради интереса, посмотрите, какой процент людей болеет этим заболеванием страшным, и что об этом говорят специалисты? Первые дни мазалась. Ну и правильно мазала. А что? И средства сэкономила, правильно? Так вот, ребят, последствия могут быть самые страшные. Морщинки это еще не страшно. А вот рак, вот это страшно. И вот эти простые средства в таких тюбиках красивых, они помогают нам защитить себя от негативного влияния солнца, но они нам не запрещают загорать. Загар также прекрасно ложится, только он не красный, и он не будет быстрым, потому что если человек обгорел, то он быстро потом стухает краснота, и он становится коричневым. Все такие, а, я шоколадка, я мулатка-шоколадка, круто. На самом деле не очень модно сейчас загар. Конечно, всех в этом не убедишь, но просто это внутреннее решение. Что мне важнее? Быть шоколадкой-мулаткой, там несколько месяцев, месяцев походить, посверкать ножками и коленками. Или для меня важнее то, что будет в будущем. Какая перспектива, если я сейчас не остановлюсь и не начну заботиться о себе на 100%. Какая меня ждет перспектива? Итак, я рекомендую мазаться солнцезащитными средствами всегда и везде, особенно деток, потому что, вы знаете, вот этот ожог, он закладывается в ребенка, вы думаете, а, ребенок, он вырастет и забудет, что он обгорал. Он забудет, а клетка никогда не забудет. Ребят, поверьте мне, клетка никогда не забудет. Она запомнит это и когда-то выдаст. Поэтому будьте внимательны и заботливы. Продолжаем уход за телом. После загара нужно обязательно тело смягчить и дать ему питание. Есть специальные средства после загара. Они более интенсивные, чем обычные кремы. Содержат специальные компоненты, которые смягчают жар, охлаждают кожу, успокаивают ее. Потому что даже если вы не сгорели, благодаря солнцезащитным средствам, все равно кожа перегрелась и она в стрессе. Теперь буду. А я нашла для себя вот такую альтернативу. Ребят, такая классная штука, автозагар. Да, я вот сегодня ролики, к сожалению, не подготовила, потому что комната не работала. Она прям заработала в последнюю секунду. Мы сегодня без роликов, но вы сами прекрасно понимаете, что есть разные варианты. Кто-то сметанкой мажется, кто чем. Ну, давайте как бы относиться к себе, как к цивилизованному человеку. Живем в цивилизованном обществе. Есть средства, которые специально предназначены для этих целей. Можно их применять с огромным удовольствием. Смотрите, есть такое средство автозагар. Я им пользуюсь и зимой, и весной, и летом. Сейчас нет. Но если я собираюсь куда-то, вот мы на свадьбу ездили, я обработала тело скрабом, размягчила все, удалила мертвые клеточки, промокнула кожу полотенчиком и нанесла автозагар. Мне больше всего нравится спрей. Я его обожаю. Еще у меня есть такая рукавичка. Ей классно растирать. То есть он получается тонким слоем ложится. И без полосок. То есть ровненький, бронзовый, очень красивый оттенок загара. Вот этого флакончика мне хватает на год точно. Потому что несколько раз в год я это делаю. Куда-нибудь на мероприятие, выпендриться на день рождения, или когда только весна началась, уже жарко, но еще тело синее. А хочется все-таки немножечко как-то выглядеть. И я прям быстренько ножки обрабатываю, все балдеют. Ты откуда приехала? Из Турции что ли? И для лица тоже отдельное средство. Для того, чтобы лицо тоже было одного цвета с телом. Используем такое красивое, классное средство автозагар. Ну что, этот пункт уяснили? Первый пункт, да, это уход за телом и солнцезащитные средства. И так же у нас есть такая зона, как полость рта. Многие еще продолжают ходить в магазин за пастой, за ополаскивателями. Кстати, у нас ополаскиватель что-то давно не вижу, а у меня закончился, и я прям очень по нему скучаю. У нас великолепные щеточки зубные, просто роскошные, разного качества есть на... Ну как, не качество, а как это сказать? Ну, жесткости, разной жесткости. Средний, жесткий и совсем для чувствительных зубов. Да, ополаскиватель великолепный, зубная нить великолепная. Все пасты люблю. У меня одновременно открыто 2-3 пасты, всегда разные. Потому что всегда нельзя пользоваться отбеливающей. Я беру противокариозную. Мне и паста гель очень нравится, с микрочастичками, для чувствительных зубов с ромашкой. Великолепные пасты. Пробуйте, пользуйтесь, ухаживайте за своей полостью рта. И раз в полгода нужно посещать стоматолога. Ребят, кто это делает? Я раз в полгода обязательно хожу. И знаете, если раньше я часто зубки лечила, то сейчас меня радует, что я хожу просто на осмотр и поболтать с доктором. Она говорит, что все великолепно, все великолепно, ничего лечить не нужно. Кто делает это, поставьте в чате плюсики. Раз в полгода. Это несложно добежать до поликлиники, записаться заранее, чтобы не сидеть в очереди. И чтобы вас осмотрели, и вы будете спокойны, что у вас все хорошо. Потому что лучше, когда только началось, предотвратить, чем потом уже последствия. А кто запишет себе в план это делать? Кто считает, что это важно и классно? Представляете, вы будете еще молодая, потому что кожа ухоженная, красивая, с чемоданом денег, а зубки? А где зубки? Чтобы улыбаться широко и красиво, нужно ухаживать за своими зубками всегда, регулярно, с удовольствием. То есть относитесь к этому как к ценности. Знаете, ногти, можно ногти сломать, он вырастет. Волосы можно отрезать, там, повредить их химией. Их тоже можно вырастить, восстановить. А зубки новые не вырастут, ребят. Поэтому это важно. И фишка, просто обалденное средство, кто еще не пробовал, это средство для интимной гигиены. Молодцы, мне нравится то, что вы пишете в чате. Средство для интимной гигиены и прекрасный, великолепный у нас еще мусс появился на разные вкусы, на разная упаковка удобная. И дезодорант для интимных мест. Тоже прелесть, особенно, я смотрю, у нас в комнате девчоночки все, особенно для периода, когда идет женский цикл менструальный. Это просто спасение, особенно в жару. Вы себе не представляете, какое-то чудо, просто свежесть, классные ощущения, ни с чем не сравнимые. И следующий наш пункт, кожа лица. Вот смотрите, обычно что начинает делать женщина? Первое ее средство, обычно для лица начинается. А потом только кожа. Я же, видите, начала наоборот, потому что женщина всегда говорит, ой, да ладно, там под платьем, под шарфиком можно так замотаться, и не будет видно. На самом деле все видно, знаете, вот шея, руки, коленочки, пяточки, все это люди замечают. Вы не спрячетесь под одеждой. Если она придет, горячее солнце летнее, она с вас все снимет, всю одежду. И все равно летом хочется по максимуму обнажиться, и хочется как можно дольше быть, ну как бы вот смотреться в зеркало на себя и радоваться, получать удовольствие. Вот смотрите, уход за лицом. Ребят, можно покупать себе кремы, дорогие, можно покупать себе маски отдельные, можно, да, кто-то тоником пользуется. Эффект будет только, если вы пользуетесь целой серией. Только целой. То есть каждое утро и каждый вечер. Одно и то же, как чистить зубки. Пеночкой умылись, у кого кожа сухая, молочком удалили, да, поверхностное все загрязнение, размягчили клеточки, открыли поры. Дальше нужно тоником протереть лицо, чтобы удалить остатки загрязнения, да, подготовить кожу к нанесению крема. Потому что, знаете, ребят, если крем даже стоит 5 тысяч, 10 тысяч, да хоть 100 тысяч, если вы его будете наносить на неподготовленную кожу, то эффекта никакого не будет. Абсолютно. То есть теряется, если крем наносить на неухоженную кожу, неподготовленную, теряется 50% ценности крема. То есть, ну так, считайте, половину цены вы потеряли. Вот. Что я хочу сказать еще про уход за кожей. В одной компании, в рамках одной компании, можно разбивать серию и брать, допустим, очищение тоник, взять серию Optimals. Крем взять дневной из серии Eco Beauty, ночной из серии Ecologen, для глаз взять из серии Королевский бархат. То есть, в рамках одной компании компоненты дружат друг с другом. Если вы берете крем, допустим, в одной фирме, тоник в третий, этот в четвертый, то есть разбили, взяли из разных компаний. Вроде бы все для одной и той же типа кожи, вроде бы все так же должно подходить. Я вам честно могу сказать, компоненты могут не договориться. И в лучшем случае вы просто не увидите эффекта. В лучшем случае. В худшем это грозит вам аллергической реакцией, некомфортом, серьезным некомфортом. Кто это знал, поставьте плюсики. Для кого это новость, ставьте минус. Или какой-нибудь смайлик. Присылайте. Мне очень нравится то, что в нашей компании много разнообразных уходов за кожей. А я люблю разное. И вы знаете, у меня сейчас очищение вот такой вот серии Optimus. Ну, новенькая. Здесь картинка со старыми тюбиками. Тоник у меня алоэ. Дневной крем экологен. Крем для глаз экологен. А ночной с витамином С. Сейчас закончится. Я ночной экологен уже получила сегодня. То есть у меня постоянно я меняю. Мне летом хочется очищение более жесткое сделать. Да, я беру гель себе. Могу у дочки взять пурскин вот этим вот со скрабиком. Мне очень нравится. Сегодня утром ему умывалось. А зимой я всегда беру себе экологен. Гель очищающий. Он просто великолепный. Ну, судя по вашим плюсикам, правда, не все поставили, значит, у нас косметолог хорошо работает. И вы уже прошли тренинги. И знаете, что ухаживать за кожей очень важно. А теперь представьте мне смайлик, кто каждый день ухаживает за кожей. И утром, и вечером делает все в комплексе. И хотя бы один раз в неделю маску. Да, у кого кожа жирная, те очень любят такой гель со скрабиком. А кто не пользуется или пропускает, там считает, что это не важно, может там день умыться, потом два дня пропустить, пришлите мне минус, просто минус. А то смайлики разные все прислали. И как только вы ляжете и скажете, ааа, не умылась, ну и ладно, завтра умоюсь утром, вспомните слова Коко Шанель, которые были на первом слайде, и задумайтесь, стоит ли вставать, идти умыться или спать дальше. Я всегда встаю. Потому что мне 40 лет, и я уже это очень здорово оценила. Следующий секрет красоты и нашего прекрасного состояния это ежедневные тренировки. Ребят, что входит в тренировки? Некоторые думают, что это обязательно нужно купить абонемент в фитнес-клуб или в тренажерный зал и ходить 2-3 раза в неделю, потеть там по полной программе. Для меня ежедневные тренировки это не фитнес, это однозначно не качалка, потому что, если вы в этом немножечко разбираетесь, то вы знаете, что от качалки нет такой пользы, которую люди ожидают, как правило. Для меня ежедневные тренировки это разнообразие, это ходьба, бег, велосипед. Обязательно 2-3 раза в неделю я проезжаю 10 км на велосипеде, как минимум. Бывает, у нас рекорд был 42 км в этом году. То есть мы прям садимся и едем. Горки, спуски, разные барьеры. Да, знаете, очень сильно укрепляется тело за лето, именно благодаря велосипеду, просто моментально, то есть все тело укрепляется. Если вы не умеете ездить на велосипеде, то можно приобрести велотренажер. Тоже круто. Можно смотреть тренинги и ехать на велосипеде. Прыгалка, ребят, самая классная штука для сердца, это потихонечку прыгать на прыгалке. На двух ножках, на одной, на другой, с переменку, да, потом как бежить. В детстве все любили прыгалку? Если вы в день 15 минут попрыгаете на прыгалке, то вы своему сердцу подарите несколько лет жизни. Ну, не один день, а если это у вас будет регулярно, регулярно идти, как норма жизни. Прыгать, бегать. Я, знаете, я вот сижу у компьютера, если я собираюсь за водичкой сходить на кухню, ну, кстати, про воду пока вспомнила, всегда садитесь работать, ставьте с собой стакан воды. И замечайте, сколько вы в день пьете, чтобы хотя бы полтора-два литра в день водички у вас получалось. Это может быть и с коктейлем. Прыгалки, это классная вещь. Почему вы выросли, ребят? Вы что, сами захотели перестать быть здоровыми, красивыми? Продолжайте прыгать. Смотрите, детки прыгают, у них все такое классное, энергичное, энергии много, счастья много. И самое мое любимое это йога. Почему люблю йогу? Ребят, очень много приходится общаться с людьми, доносить информацию, общаться, обучать. Вы знаете, йога мне помогает гармонизироваться, успокоиться, настроиться. Если я чувствую, что у меня пошло такое раздражение, я сразу отключаюсь и кладу коврик. Сразу включаю диск свой любимый. Я занимаюсь дома, я два года ходила в зал, занималась с профессионалами, я все освоила, я знаю правила, как дышать, как потихоньку делать, чтобы не нанести себе вреда своему телу. И сейчас я спокойно занимаюсь дома, когда мне удобно. Знаете, что самое трудное в любом вот этом вот списке, который есть, самое трудное это в йоге, например, постелить коврик, прыгалкой, просто взять прыгалку и прям положить ее на стол и завести будильник себе на определенное время, естественно, не после еды, чтобы не на полный животных прыгать, обязательно заведите себе будильник и два-три раза в день делайте себе что-то. Я вот за водой собираюсь на кухне, знаете, как туда иду? Я бегу, но бегу так, чтобы пятки мне стукали в попку. То есть я так, попробуйте, встаньте прямо сейчас и сделаю. То есть пяточки должны доставать до попки. Я добегаю до кухни, пока вода наливается, у нас кранчик, такой фильтр, он потихонечку ценится, я это время бегу, пью водичку и возвращаюсь обратно. То есть хотя бы, да, у меня получается 5-7 минут интенсивный, такой классный бег. Иногда я делаю коленками вверх, прям высоко-высоко коленки. Это, конечно, может быть смешно, но, ребят, ну это круто, вы разгоняете кровь. Еще есть классное упражнение приседания. Просто приседания, но не до конца, чтобы хрустнули коленки, а до 90 градусов, даже чуть-чуть повыше. То есть такие приседания энергичные, ручками помогаете себе. Вот, ну что, уяснили? А теперь давайте честно, кто делает регулярные физические нагрузки разнообразные, чтобы не на одну группу мышц, то есть ходьба и ходьба, а чтобы у вас все вот двигалось, все развивалось, гнулось, чтобы спинка была. Кстати, чем мне йога нравится, это для спины лучшее средство. Ну, где честные признания? Так, приседания пресс, отлично. Вот такие, знаете, вот головка, и вот мне нравится в йоге суставная гимнастика. Татьяна Дудник, по-моему, ведет, в интернете можно найти, то есть там на все, все суставы прорабатывают, то есть там все кулачки, все суставы, колени, локти, все пальчики, то есть там вот идет тренировка, час, но это просто все тело прорабатывается, от макушки до кончиков, пальчиков, все, все, все. Что нет признаний? Ну-ка давайте, кто занимается? делаю через день точно, пресс, упражнения на ушки, на ногах, классно, да, растираешь ушки, у меня папка делает пресс нижний, верхний, и танцуем. Танцы, девочки, просто, да, энергичная музыка, и просто беситесь, ну, знаете, чтобы ваше тело было не на одном уровне, знаете, как люди танцуют вот так вот, а надо двигаться, присесть, встать, наклониться, отогнуться, то есть, чтобы у вас тело вот прям включилось, вот, нет, Наташенька, не надо сидеть, энергия появляется, работоспособность, прет вообще просто, вот встаньте на 5 минут от компьютера, попрыгайте, что-нибудь сделайте, поприседайте, завтра вы сделаете 7 минут, потом 10, и потихонечку вы уже войдете в свой ритм, понимаете, кому-то нужно 20 минут, кому-то час, по состоянию, я вам говорю, я вот каждый день чем-то занимаюсь, ну, хотя бы раз в неделю, час йоги, это точно, потому что иначе спина просто отклеится от нашей с вами работы и справится, супер, я вам благодарна, что вы готовы справляться, остальные, что не пишут. Так, и следующий наш пункт это здоровое питание. Ребят, ну тут несколько сейчас, я не буду говорить много, потому что мы готовим тренинг, на следующей неделе мы проведем тренинг по технологиям wellness, и там мы об этом расскажем полностью и подробно. Здесь я вам сделала такую вот выдержку, утром встали, выпили 1-2 стаканчика воды на голодный желудок, сделали приседания, погнулись, массажик живота или легли на спинку и сделали велосипед. То есть, что мы делали, мы должны запустить кишечник. После этих процедур вы должны сходить в туалет, то есть полностью очистить кишечник. У кого это норма жизни, напишите в чате плюсик, у кого этого нет, ставьте минус. Кишечник очистили, подготовились к приему пищи и запускаем в свой организм кормовую базу. О кормовой базе мы будем говорить с вами подробно на тренинге. Я сейчас просто задам вам такой вопрос, чтобы вы к тренингу подготовились. Чем вы кормите свое тело? Молодец, Леночка! А кто попробует это делать? Ребят, утром встали, один-два стаканчика. Во-первых, вы все расправляете, у вас кишочки все спали, слиплись, вы их водичкой быстренько расправили, запустили, у вас пошла кожа расправляет изнутри, влага, понимаете? Мы на сколько процентов из воды состоим? То ли на 80 человек из воды на сколько процентов состоит? Тут прям очень большой процент, сейчас даже боюсь ошибиться, нужно поставить себе вопрос такой. Процент воды в организме. Кто знает, напишите. Я пью просто фильтрованную. Просто в воде же тоже полезная. На 95, на 80. Ну да, очень большой процент. Вот, поэтому не дать своему организму с утра воды это преступление. Поэтому, да, нужно пить. Ребят, начинаем пить водичку и думайте каждый раз, прежде чем вы думаете, чем приготовить, что приготовить себе и своей семье, думайте каждый раз, что полезного в этой пище. Что полезного я дам своим детям, своей маме, папе, своей семье, мужу, любимому, да, все, кто с вами вот питаются на одном столе, что они получат из этой еды полезного? Да, и немножечко забегая вперед, скажу, что очень трудно на сегодняшний день сделать свой рацион полезным и питательным. И не потому, что нету, продуктов, как было какое-то время, да, назад, что ничего нельзя было купить. А нельзя это сделать просто потому, что качество продукта очень низкое, на вид красивое, а внутри очень-очень все грустная картина такая. На тренинге будем об этом долго говорить, я думаю, даже мы за один раз все не пройдем. Вот, поэтому я сейчас вам покажу, что позволяет нам сделать свою кормовую базу очень полноценной и питательной. Кто хоть раз услышал про такие вот витаминки wellness? А кто их пил? Пришлите смайлик с поцелуйчиком. Кто знает, что это такое? Пьет и знает. А кто их пьет постоянно? Вот такой пакетик витамины. Тут 4 витаминки, 2 желтеньких, это рыбий жир, астоксантин и мультивитаминный комплекс. Регулярность, да. Конечно, нужно постоянно принимать витаминки, потому что витамины в нашем организме не накапливаются, а нашему телу, нашим органам витамины нужны каждый день. Витамины, аминокислоты, микроэлементы. И вот сейчас покажу еще вот такую вот штучку, кто хоть раз видел, пробовал. Это внутрикомплекс для волос и ногтей, чтобы волосы были шикарные, росли хорошо. Вот так они выглядят. Вообще идет комплекс 2 витаминки в день выпиваются в течение 2-3 каталогов. Тут на 21 раз рассчитано. Ребят, а можно, если вы можете себе позволить, рекомендую цепить по одной витаминке каждый день. Просто для поддержания своих волос, ногтей. То есть у них специфическая направленность у этих витаминов только на ногти и на волосы. И вот такая штучка есть. Я высыпала, правда, из коробочки. Это наш wellness коктейль. Конечно, некоторые люди выбирают, что им пить. Вот такой порошочек, это клубничный. Мой любимый, шоколадный клубничный. Одна мерная ложечка хотя бы 1 раз в день. И знаете, ребят, если стоит вопрос, что выписать, что выбрать, витамины или коктейль, как вы думаете, что нужно выбирать, что приоритетнее и более ценное для нашего организма. Ну-ка посмотрим. Так, витаминки, витаминки для волос, ногтей, то и другое, витаминки. Ну, вы знаете, если человек может себе позволить, то, конечно же, все, и витамины, и коктейль. Если он выбирает между тем и тем по деньгам, то, конечно же, коктейль. Однозначно. И вы на тренинге об этом узнаете. Однозначно, коктейль стоит на первом месте. Вот такой вот маленький вам секретик. Вот. Когда вы начинаете принимать витамины и коктейль, ваш организм потихонечку успокаивается и не требует много еды. Вот почему люди начинают худеть? Не потому, что это диетическое питание, а это просто потому, что... Почему люди набирают вес? Потому что они... Организм требует витаминов постоянно, а их из еды не может получить. Он их... Он кушает, кушает, переработает, а витаминов... Он опять говорит, да еще, мне витамины нужны, мне не хватает для строительства, там, для клеток. Он ест, 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 а ему потом опять раз, а там нет ничего, пусто, в еде нет витаминов. Поэтому, когда человек начинает принимать витамины и коктейли, он начинает худеть. Если он худой, то у него просто нормализуется вес, нормализуются обменные процессы. Лучше пить с водичкой, Люба. Однозначно, с водичкой. Молочко, если с молоком, то с тепленьким, не с холодным. С тепленьким молочком можно, если вы не боитесь поправиться, то есть можно, если... Даже классно на молоке, я обожаю на молочке, но только на тепленьком. Если молоко не идет, значит только с водичкой. Многие там говорят с соками, с кефиром и так далее, там вариаций очень много. Но самое полезное просто с чистой водой. И все. Далее, поэтому вы заметите, когда вы какое-то время пьете, пьете, вы заметите, что ваша порция начинает уменьшаться. То есть, если вы раньше съедали тарелку, супа, щей, потом котлеткой закусили, салатика навернули, чайком с куском пирога запили и думаете, о, хорошо, то постепенно вы увидите, что вы... Нет такой потребности в еде все меньше, порция становится маленькие, уютно, никакого нет разбухания с живота, растягивания с желудка и нагрузки. Как... Вот, вы знаете, я в это как не верила, но это само по себе все происходит, так и есть. И очень важно кушать часто, но маленькими порциями. То есть, пусть будет 6 раз в день прием пищи. Тем более, если вы сидите дома и с детками, вы же сам деток кормите часто. Сами кушайте с детками. Кашки кушайте с ними, овощи, фрукты, чтобы у вас и клетчатка была. И, конечно же, удивительный супчик, я его забыла притащить. Обожаю спаржевый, томатный, они разные на вкус и оба очень вкусненькие. Вкусненькие, полезные супчики, необыкновенный состав. То есть, на специальном тренинге мы об этом подробно поговорим. Ну и мы подошли к пятому пункту, который я сегодня решила выделить. Это позитивное мышление. Ребят, ну давайте вот сейчас посмотрите на себя в зеркало. Есть у кого зеркало под рукой? Просто расслабленное, не смеяться, ничего. Просто сядьте ровно, пряменько и смотрите на себя прямо. Что вы видите? Знаете, есть люди, у которых уголочки губ вниз опущены, а есть вверх. У вас как? Конечно, пока кожа еще молоденькая, трудно понять, но все равно уже можно заметить, куда у вас идет направленность. Вниз или вверх? Кто посмотрел? Вверх, значит, хохотушка, все время смеется. А у кого вниз, значит, нужно подумать, почему у вас вниз. Часто ли вы грустите, обижаетесь? расстраиваетесь по каким-то вещам? Я вам хочу сейчас сказать секрет, как сделать так, чтобы было все время вверх. То есть, да, никак вот, как вам объяснить? Сейчас объясню, как я вот придумала, что в голову пришла. Смотрите, когда у человека растет благосостояние, гравитация, у человека растет благосостояние, растет уверенность, растет, уровень окружения меняется. Я недавно тренинг слушала, вот как раз по лидерству. Знаете, мне что там понравилось? Некоторых людей это вначале пугает, а потом вы когда понимаете, вы это примете. Когда начинаете работать в нашем бизнесе, у вас поменяется окружение. По мере того, как вы выше будете подниматься по карьерной лестнице, у вас будет меняться круг ваших друзей. И почему это происходит? Потому что, вы знаете, честно, люди не хотят, чтобы вы зарабатывали много денег. То есть, они вроде бы и хотят, чтобы вы лучше жили, а в то же время не хотят. Знаете, почему? Потому что они понимают на подсознание, они даже не понимают, почему они этого не хотят, а на подкорке происходит такая вот запись идет, что сейчас она станет богатой, успешной, перестанет со мной общаться, потому что она будет ходить в ресторан, а мне только денег на кафе хватает. Они будут ездить за границу отдыхать, а у меня денег хватает только на дачу доехать. То есть, интересы расходятся у людей по мере того, как меняются меняются суммы в кошельке. А когда вы, знаете, вот, ребята, смотрите, когда у вас все хорошо в бизнесе, зарплата растет, партнеры классные, позитивные, дома все хорошо, вы спокойные, у вас вниз, ну, никак не может тянуться. Если тянет вниз, значит, нужно в первую очередь начать со своего мышления. Что это значит? Я вам немножечко уже говорила про йогу, что если у меня вот начинаются какие-то такие запарки, что-то, да, нервотрепочка маленькая, чувство, что-то начинается, я сразу ложусь на коврик, потому что я знаю, что я там сгармонизируюсь, у меня все успокоится, и у меня вот этого не будет ни раздражения, ни желания крикнуть там, что-то сделать. То есть, все гармонизируется. Начните с себя. Очень простые вещи, наверняка вы слышали про них, аффирмации. Кто пользуется такими штучками? Я очаровательная, привлекательная, у меня самая хорошая семья, мои дети самые чудесные, мой муж король, я королева. А кто не пользуется, минус поставьте. Мои клиенты самые классные, моя команда чудесная, мои партнеры самые лучшие, мы растем с каждым днем, наш бизнес расширяет свою географию. Ребята, аффирмация, чем она прекрасна, то, что ее можно делать, и никто не будет знать. То есть, вы про себя смотрите на человека, он что-то пытается на вас слить, какой-то негатив, да, там что-то пытается вас втянуть в свою, вот, свои злобные какие-то игры, которые, чтобы забрать вашу энергию, а вы смотрите на него про себя говорите, я самая очаровательная и привлекательная. А его, представляете, как будто у него на голове жаба сидит. И вы просто не сможете даже слушать то, что говорит вам этот человек. Вы будете просто ржать внутри, и он будет смотреть на вас, и он перестанет ругаться, он перестанет вас провоцировать, потому что он поймет, что вас невозможно пробить. Я вот специально нашла такую картинку, очень часто девушки выглядят такими загнанными, уборка, дом, трое детей, компьютер, что-то трещит, верещит, то лампочка перегорела, продуктов нет, мужчина начала варить, капусту забыла купить. И как белка в колесе, да, и девчонки, блин, мне рук не хватает, мне ему побольше. И вот я вам специально написала такую девушку, да, у нее много рук, 8 рук, и она очаровательно улыбается, девушка загадка. То есть можно все успевать, все будет идти, знаете, как, как вот, есть такая сказка про Золушку и фею. Фея там прилетела, крестная фея махнула волшебной палочкой, Золушка уже там королева в платье в красивом, с короной, в туфельках хрустальных. Тут и карета, и кучер, и слуги, все на свете. Вы знаете, каждый из вас маленькая фея. Если вы это будете в себе культивировать, вот эту благодатную, плодородную почву, что я фея, я волшебница, я все могу, и постоянно себе в этом помогать всеми способами, то есть это общение с позитивными людьми. Если в вашем окружении есть люди, которые сливают намеренно на вас негатив, пытаются, да, не буду даже примеры приводить, даже не хочется об этом говорить, но вы поняли, да, меня о чем я? Просто этих людей уберите из своего круга общения. Если они вам звонят, говорите, ой, я сейчас занята, там у меня ребенок на горшке, я побежала какашки убирать. Ну, придумайте что-нибудь, ой, молоко убежало, пока-пока. Не слушайте этих людей, не общайтесь с ними. Потихонечку они сами перестанут с вами общаться на разные темы, неприятные, или вообще исчезнут, потому что они поймут, что они от вас не получают ожидаемого. Уехала и правильно сделала. Да, иногда приходится даже уезжать, но что не сделаешь ради себя, любимой. Да, просто нужно постоянно. Потом, аффирмация, йога, тренировки, здоровое питание, уход за собой с удовольствием и постоянно себя баловать. Ребят, ну и сейчас я вам покажу такую тему классную. Да, про позитивное мышление, я думаю, вы все поняли, что это классно, это важно, это будет вам помогать и в бизнесе, и в отношениях. Я хочу вам сказать, что нужно каждую минутку своей жизни делать счастливой. Если вы не умеете, учитесь. Каждую минутку, потому что вы не знаете, никто не знает, вам никто никогда не скажет, сколько минуток у вас есть. Правильно? Это невозможно предугадать, это не зависит от возраста, мы не знаем, от чего это зависит, мы не знаем, насколько мы пришли на эту планету. Поэтому каждую минутку сделайте счастливой, наполните ее смыслом, и вы увидите, как все вокруг вас заискрится, засверкает и станет великолепным и прекрасным. Сделаете? Будете учиться это делать? Вы знаете, одна из таких минуток самых счастливых и прекрасных это получение заказов от компании Арифлейм. И сегодня утром в начале 10-го позвонил в мою дверь Дедушка Мороз и привез мне две коробки с моим заказом с продукцией. Ну, это курьер, конечно же, был не Дед Мороз, а курьер, но это было очень приятно. Я вам сейчас покажу несколько продуктов, которые мне вот хочется вам показать. Это новинки, чтобы вы увидели их своими глазами, потому что многие еще заказы не делали, только думают, что выписать, что себе заказать. А я вам покажу то, что я уже получила. Я прям вот буду брать все, что у меня под руками лежит. Такая мега крутая расческа. Очень большая, то есть видите, она прям такая очень здорово подходит для кудрявых людей. и для тех, у кого длинные волосы, как у меня. И я прям сегодня рассказывала Мишу, говорю, Миш, два месяца назад я подумала, как я хочу расческу с такими зубчиками. Думаю, пойду на шопинг, зайду в профессиональный салон, где вот продают для парикмахерских, и куплю себе такую большую расческу. И тут выходит каталог новый, и я вижу эту расческу. Смотрите, ребята, она крутая, она такая с крючком, то есть ее можно будет повесить. Я вас вижу, вообще суперская. Если она еще есть на складе, то быстрее выписывайте, потому что в некоторых филиалах уже нету. Супер расческа, прям мне очень понравилась. На первой страничке все видели, есть наборчик такой, оп, видите, то есть наклепочки, мягенький, шикарный, очень красивый, эффектный, такой суперский, только ногти не успела накрасить сегодня. И внутри вот такая штучка, то есть одна насадка, даже его не открыла, еще сейчас открою. Какой звук. Одна насадка, вот такая вот, оп, и кисточки. То есть вы берете кисточку, которая вам нужна, а так как я люблю путешествовать, и мы часто куда-нибудь уезжаем, то для меня это просто супер наборчик. Как вам показать? Видно? То есть вставили, сняли. Очень удобно, все сняли, убрали, взяли следующую, которая вам нужна. Вот такая вот маленькая прелесть, ребят, я в таком восторге, еще в такой красивой косметичке, то есть где бы вы не достали, будут все обращать внимание. Лот номер два, классный, супер. Дальше показываю, я не хотела эту штуку выписывать, честно, она мне понравилась, думаю, да ну не буду. Я сначала себе хотела выписать большую сумку, которая там синяя, с белым, но потом подумала, сейчас мало куда хожу и ношу в основном маленькие сумочки, где помада, телефон и ключи и зеркальце. Все, ничего с собой не ношу, каталоги, если иду раздавать, несу в руках, чтобы все видели и сами спрашивали. Но когда я увидела вот эту штуку, я чуть не сошла с ума. По ощущениям, вот настолько приятная, как натуральная кожа, такая змеиная, только знаете, змею жалко, а это все-таки искусственно, а внутри, посмотрите, то здесь все для визиточек, очень много отделов и много-много кармашков таких красивых. И вот тут вот крайне, на замочке, сейчас попробую вам показать, оп, видите, да, вот тут на замочке. Я когда увидела это в сервисном центре, я сказала, как Аня, о боже, и я его купила. А, он так вкусно, кстати, пахнет. Ребят, супер вещь, очень стильно, модно, можно как клач носить, как кошелечек, прелесть, супер просто прелесть. Так, Так, вот такая штучка для ногтей, пилочка. Сегодня ее уже попробовала, так, новая прям такая, классно все отпилила, видите, я ногтями себе отрезала, сделала одной длины, одной формы, только накрасить не успела. Тут и полировщики, и такие вот шлифовальщики, то есть все в этой пилочке, с четырех сторон, все, что в вашей душе угодно. Дальше, я получила третий нож-саблю, он даже, наверное, не поместится в экран, гигантский нож для разделки мяса, такой, как его взять надо, вот так, я его еще не распечатывала, и супер-разделочная доска. Классно вам видно? Я ее тоже не распечатала, потому что просто не успела, готовила слайды к тренингу. Сейчас при вас распечатываю. О, как я люблю дочки. Сейчас посмотрим, она же как-то гнется. Как она гнется? А, вот, смотрите. То есть у нее вот здесь сгиб идет. То есть вы порезали, и вот так высыпали, как лопаточка. Ой, какая прелесть. Цвет обалденный, наш рефлеймовский цвет, ребят, супер. Кто еще не выписал, выписывайте все, получите в подарок. Очень понравилось средство для снятия лака. Как раз сегодня ждала, сняла лак, сделала маникюр, все сама. И очень понравилось средство для кожи. Ну, я не знаю, какой эффект вы видите или нет по этому, но мне кажется, она вот даже на ощупь какая-то более упругая. Такая прям. То есть эта сыворотка, если вы хотите быстро, вам надо быстро собраться и классно выглядит, вы просто берете немножечко этого кремика, я вот пробнички, я два пробничка, кстати, взяла, думаю, удобно с собой в дорогу. В следующем каталоге будет большой объем. Быстро раз, нанесла, и кожа подтянулась, вся классная. И сверху, ребят, у нас много тоналок, и мне многие нравятся. Я вот последний раз в Джордане брала в тюбике, я от нее пищала. А потом вышла вот такая. Кто-нибудь пробовал? Многофункциональный сиси-крем, выравнивающий тон кожи. У него SPF 20, и он отбеливает кожу, то есть если есть пигментация, он ее убирает потихонечку. И я в восторге от своей кожи. Как он ложится, я его прям пальчиками быстро наношу, вот так прям, за 2 секунды. Невероятно лежит весь день такая кожа, как конфетка, то есть такая ровненькая, гладенькая. Я в восторге от этого крема. Хотя он очень дешевый. Такой же. Наташа понравился, честно. Я просто не знаю, может быть, у меня кожа уже такая, ей все нравится. Но по сравнению с другими, мне кажется, это и лежит классно, ровненько, идеальный, тон такой. Все неровности убирает, под глазками. Я же не загораю так сейчас, не стараюсь загорать. Выровняла все. Суперски. Я и объем 50 миллилитров. Вообще мега-гига. Вот. А как теперь вам вот это все показать одновременно? Сейчас попробуем. И в конце нашего каталога набор мечты. Ой, 5 продуктов обалденных, то есть все в оригинальном размере. Это шампунь для волос. Как раз я такой в прошлом каталоге выписала, и мне очень понравился. Обалденный крем для душа. Уже один оттащил их в ванную и поставил, потому что шелк Кашемир. Одна из самых лучших серий для кожи. Именно крем для душа, чем он отличается от геля? То есть он сразу питает нашу кожу, увлажняет ее. У кого кожа сухая, тем вообще геля не рекомендуется, а наоборот только крем для душа брать. Он также пенится великолепно, но моет кожу, но еще ее сразу питает. Вот прелесть просто. И запах обалденный. Такой же крем. Кремик жирненький, тоже его люблю. И дезодорант. А, и пятый компонент, это с шиповником крем. Ну, я для лица такие не беру, дешевые средства, но я думаю, что зона декольте будет в восторге, если ее обильненько напитать таким кремом. Поэтому рекомендую вам, успевайте, наборов ограниченное количество. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. У нас такая вот продукция, ну, вроде бы я вам все показала. Ничего не утаила. Еще раз напоминаю, кто у нас в акции, в акцию пришел с медом, у вас есть возможность подарить такую, ой, получить подарок, вот такой набор классный. У меня ребенок ходит облизывать. Мам, скоро откроешь. Мама, тебе он зачем? Мама, это ты не мне случайно? Появился? Да, ловите, на складе появится, сразу хватайте наборчики. Ребят, даже если продать по отдельности, вот сколько он вышел? Около 300 рублей, по-моему, да, я даже не помню. По отдельности продать даже все по 100 рублей, уже 500 будет. Даже если, да, ну, на самом деле, шампунь стоит со скидкой 149, крем для душа тоже 149, 159. Единственное, вот дезодорант, ну, за 60 можно купить, крем за 100, крем для рук тоже, ну, хотя бы за 80. То есть, получается супер, просто супер. Вот, я вам показала все, похвалилась, как я люблю хвалиться. И у меня к вам вопрос. Что вам понравилось сегодня? Что вы для себя взяли на заметку? Что вы будете применять из моих рекомендаций? Ну, и вообще, был ли полезен для вас этот семинарчик такой? Ой, как пахнет! Супер! И шампунь пахнет обалденно! Я прям, я сегодня мыла голову, а я записала. Ой, шампунь вообще просто съесть охота! Классный! Дезодорантом я уже давно таким пользуюсь, мне очень нравится, кремом тоже. Вот такой ни разу не брала. Сейчас, он даже запечатанный! Ребят, представляете? Сейчас открою, посмотрю текстуру. Видите, да? Пока вы пишете... Ой! Слушайте, он такой приятненький! Быстренько закрываем. Крема, если без дозатора, его надо открыть. Желательно лопаточкой брать, ну, я такая лентяйка, я быстро пальцем или на крышку стряхиваю, беру с крышки или наношу на руку. Ой, у него такой аромат приятный! Прям вот... Легенький цветочный аромат! Так, ну-ка, что вы мне пишете? Буду пить воду с утра, йогу для расслабления. Супер! Прыгать и от солнца защищаться! А чего больше, Анют? Чем больше собой будешь заниматься? Ой, классный крем! Буду на шею и зону декольте обильно наносить. Буду довольна. Девчонки, а напишите, пожалуйста, все, потому что это очень прикольно, когда вот каждый, ну, отдаст. Я вам сегодня отдала, ну, все, по максимуму, с огромным удовольствием вела тренинг, прям сама захотела, попросила у Ани, говорю, Ань, можно я проведу? Вот так мне хочется сегодня... Я провожу все время тренинги про какие-то цифры, маркетинги, там, лидерство. А мне захотелось сегодня чего-то такого женского и так далее. А, заметили? Наконец-то сережки. Наверное, я сниму вам, чтобы поближе показать сережку. Вы знаете, на картинке они очень красивые. А в жизни, когда вы их получите, вы увидите, они сделаны под старину. То есть они выглядят очень дорого, как будто это старинные, дорогие серьги. Я когда их тоже... Я в каталоге увидела, сразу решила, что я их куплю. Но когда я их увидела вживую, в сервисном центре, то я просто визжала, я не могла дождаться сегодняшнего дня. Я их получила, и в пижаме еще была, сразу их напялила. Они очень красивые. Сейчас я вам покажу шарфик. Тоже он безумно красивый. Весь снимать не буду, все равно весь не увидите. Смотрите, он очень широкий. Вот сейчас две ширины покажу. Вот, в две ширины он, наверное, метровый получается. Ну-ка. Ну да, как раз метр ширины. И смотрите, какое сочетание цветов. Видите? Как будто это павлиний хвост. Такой богатый, красивый. По качеству очень приятная текстура. То есть он мягкий, и в то же время шелковистый. Кстати, последние шарфики я выписываю все, потому что я не понимаю, что это за ткань. Она настолько приятная. Она в жару, она какая-то прохладная. Ее можно накинуть, скрыться от солнышка. Как парео можно использовать. Когда холодно, я его завязываю, как топик, обматываю руки. Получается узелочек сзади. У меня как будто бы богатая кофта. И оно согревает. Ткань прозрачная, но она согревающая. Это уникальная ткань термос, надо ее назвать. Потому что она всегда разная. Золотой. Вы знаете, там есть еще шарфик, который такой, как пятнистый, под рептилию. Где у меня каталог-то? Хоть кто-то дайте мне каталог. Сейчас я вам его покажу. Вы знаете, что меня удивило в этом шарфике? Вы, может, на размеры внимания не обращали? Вот этот вот с рептилией. Он как плед. Он квадратный. Он поплотнее, чем этот. Он такой квадратный, красивый. Просто у меня столько шарфиков, что я немножечко решила остановиться. Я вот хотела именно вот такой вот расцветки, потому что у меня такого не было, тем более с сережками, чтобы было сочетание. А какой золотой? Я не помню. На какой страничке? Скажите мне страничку. Я потому что все новинки видела в сервисном центре. Я видела вот эту вот штуку. Мерили даже ее. Видите, да? Вот накидка. Очень мягкая, красивая. Сумка красивая. Красную сумку вот эту видела, как натуральная кожа, мягкая такая. Ну, здорово смотрится. Очень такая прям дорогая на вид. Но она и стоит 1300. Она дороже со 128. Сейчас посмотрим. А, этот шарфик я не видела. Но я могу предположить, что он будет такого, как-то металлика. Я думаю, это будет качество не такое шелковистое. Ну, вот его как раз и не видела. Но это не новинка. Оно уже было. Вот ободок вот этот. Никто не замечал? Ребят, кто любит ободочки? Какой он красивый. Вообще сказочно красивый. Сумочки все видела. Классные. Вот. Ну, что еще вам сказать, ребят? Наверное, я вам скажу спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что вы рады меняться, что у вас есть настрой на улучшение. Вот это видела, прикольное, мягкое, красивое. Как на картинке, такого же размера, как у девушки. Классная сумка. Если фиолетовый цвет нужен, очень классный. Вот Оля какое-то видео прислала. У вас есть ссылка? Или только у меня открывается? Ой, Оль, спасибо. Сейчас. Это ссылка обалденная. Как завязывать можно шарфики и поры. Я, кстати, там для себя тоже очень много всего взяла интересного. Буду использовать. Специально шарфиков кучу заказала. Хочу. Хочу блистать. Вот. Спасибо вам огромное, ребят, что были со мной, что были с нами, что вы хотите меняться. Я вам желаю быть счастливыми, здоровыми и успешными. Пусть все будет так, как вы хотите. До новых встреч. Пока-пока. Сейчас поставлю вам музычку какую-нибудь любимую. Все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok